Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После 9 утра. Личное утро. Доброе утро, говорим еще раз. У нас доброе личное утро. Евгения Шафран и Галя Кпека сегодня проводят это утро с вами. На Радио Болтком помогает нам Евгений Копейн. Ну и в программе личное утро, как мы уже и говорили, у нас сегодня будет, мне кажется, даже впервые семейный дуэт появляется. Такое количество спортсменов в отдельно взятой студии. Да, у нас сегодня Юлия Чубарова. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Чемпион мира по пляжному теннису. И Никита Рыбаков. Здравствуйте. Здравствуйте, тоже пляжный теннис. Чемпион Латвии. Чемпион Латвии. Пятикратно. Нет, вы чемпион мира, вы чемпион Алтвии. Нет, он тоже чемпион мира. Нет, я не чемпион мира, я чемпион Латвии в пляжном теннице. А Юля? Чемпионка мира. Чемпионка мира. А вам не обидно? Нет. Но мы, кстати, один раз сыграли микс на чемпионате Латвии и выиграли, так что я тоже чемпионка Латвии. Ну, а вот нет такого спортивного соперничества? Как это так, она мира, а я не мира? Ну, мы изначально, когда познакомились, она уже была чемпионкой мира, так что мне изначально пришлось смириться. То есть не было вопроса, кто будет мыть посуду, да? К сожалению, нет. Посуду мы от Никиты. Ну, мы уже поняли, конечно, кто не чемпион мира, тот моет посуду. Но вы, поскольку вы представляете разные страны, наверняка ведь может случиться такая ситуация, что где-то сойдутся команды, не знаю, в Латвии и России. Да, и на самом деле это уже происходило неоднократно. То есть на командном чемпионате мира Латвия играла против России. А также в прошлом году в Латвии у нас проходил чемпионат Европы. Я как раз со своим партнером во втором кругу встретился с российской командой. А о результатах можно не говорить. Не, давай скажем какие-нибудь. Нет, про Россию выиграла. Россия выиграла. Боролись, боролись, но недоборолись. Недоборолись. Слушайте, ну казалось бы, у нас такое количество пляжей в Латвии. Они холодные, Олег. Ну на самом деле, если брать, например, Балтию и ближайшие страны, то мы очень даже хорошо. То есть мы хорошие результаты показываем, и в Латвии пляжный теннис развивается. Как минимум в Балтии лучше. А кто, допустим, вообще, если мы говорим о пляжном теннисе, кто вот держит первенство? Италия, Бразилия, Россия. Вот Италия, хоть где-то, да, ей повезло? Вот с хоккейом я не повезла, но пляжный теннис они видели. Ну так же, хоккей не ее, не ее, естественно, теплая страна. Ну итальянцы придумали вид спорта. Именно итальянцы придумали пляжный теннис? Но они так считают. То есть именно исторически считается, что пляжный теннис начался в Италии 40 лет назад, но многие страны пытаются это всячески оспорить, в частности, бразильцы, спортсмены с острова Реунион, это в Индийском океане. Они тоже все считают, что они первые начали играть, но тем не менее в Италии самая высокая конкуренция, больше всего в топ-10 игроков именно из Италии. Но Италия может не капризничать, у нее есть футбол, может пляжный теннис спокойно дать Бразилии, хотя Бразилии тоже. Вот по поводу Сан-Диего, что в Сан-Диего будет, вы там стремитесь попасть на эти игры, что это за игры, почему вы так стремитесь на них попасть? Ну это своеобразные, мы называем это смотрины в олимпийскую программу, то есть если спорт попадает в эти пляжные игры, то у него высокая вероятность в скором времени оказаться в числе олимпийской программы. И естественно все хотят попасть на эти первые пляжные игры, поэтому сейчас бешеная конкуренция, все начали стремительно путешествовать, по всем турнирам играть. И все довольно напряжно, причем как для российских спортсменов, так и для латвийских. Вообще мне кажется, почему-то есть подозрение, что пляжный придумали теннис для того, чтобы путешествовать по миру и ездить в Бразилию. Ну сначала, изначально так и было, то есть в своем самом старте спорт был более туристическим, но наверное в последние пару лет он становится более профессиональным. И уже люди, попадая в Бразилию, скажем так, как в большом теннисе, не видят этой Бразилии, то есть проводят все время на пляже, играют и улетают. Так что путешествовать могут только именно любители или те, кто проигрывают в первых кругах. Какие самые сложности в этом виде спорта? Вообще, да. Там, не знаю, слишком рыхлый песок, слишком крупный песок, каменистый, солнце жарко, холодно, ветер сдувает мячик. Для меня, как человек, который тренируется, играет в Латвию, я буквально недавно приехал с турнира в Рио, и для меня оказалась большой проблемой играть вот при этой жаре. То есть я привык, что тут холодный ветерок, спокойно можно поиграть, а вот в Рио я столкнулся с проблемой, что уже после первого сета уже даже дышать тяжело было. А перегрев, если будет, бывает? Пока еще не ощущал. Ну все-таки это жаркие страны, и при этом такой активный вид спорт. Ну то есть, конечно, когда ты выходишь на корт, и знаешь, что такая жара, то есть ты подготавливаешь, так сказать, кремом намажешься. В Рио были вы, а загорела июля. Как у вас это работает? И на самом деле Юля там тоже была, и она выступила получше, подольше была на корте, вот, и загорела больше. Я просто еще до Рио была на Карибах, и после Рио была на Канарах. Я тоже хочу заниматься. Олег, давай мы идем из профессии. Мы сидели в студии, пока вы были на Карибах, потом мы были в студии, пока вы сидели на Канарах, и ничего не поменялось. У нас стабильность, Олег, это со стабильность. Хорошо, Юля, почему вообще этот вид спорта? Как правило, вот все те, кто сейчас в топе, это бывшие теннисисты, которых вот именно считается то, что у них не пошло в теннис, они перешли в пляжный теннис. Наверное, это так и есть. В пляжный теннис играют люди, почему-то по каким-то причинам бросившие теннис, например, в возрасте 18 лет, или 15 лет, или даже 10 лет. И вот так же я играла в теннис, предложили попробовать пляжный теннис, попробовала, поняла то, что больше шансов продвинуться и перешла в спорт. А почему больше шансов продвинуться? Там меньше конкуренция или он немножко проще чисто технически? Он дешевле, чем теннис. Начнем с этого. Не нужно тратить много денег на инвентарь, на поездки. То есть турниры проходят на выходных. Можно, к примеру, работать всю неделю и на выходные ездить по турнирам. Можно совмещать с другой деятельностью. А я в тот момент, когда перешла, я училась в университете. Можно совмещать пляжный теннис, отдых, работу, учебу. Вот поэтому. Ну да, теннис это обычно означает, что ты уезжаешь на неделю. Один турнир, то есть если ты рассчитываешь, чтобы дойти до финала, то турнир идет одну неделю. То есть получается ты уезжаешь и забываешь. А вы тренируетесь в Латвии? Да. Сейчас, да. Где вы тренируетесь, когда холодно? Дождь, снег. Ну вот у нас зима. То есть 12 месяцев в году. Где вы проводите 12 месяцев? Нашей базой является Бич-Арена. Ее построили сравнительно недавно, 2 года назад. И вот мы вот с этого времени все весь зимний сезон проводим там, а летом переезжаем в Юрму. А где это находится? Бич-Арена это вот совсем недалеко. Это Ганю Будамбис, закрытая база. Кстати, там был прикол то, что в начале люди, которые построили, построили. А в итоге сейчас все они играют в пляжный теннис. Мы все там дружим, общаемся. Строили, строили и построили. Да, себе на голову. Да, там сейчас большая арена. То есть там и пляжный теннис, пляжный волейбол. Там есть новый вид спорта падл. Там и обычный волейбол, даже теннисный корт есть. Вот из-за ангара они превратили в такую спортивную базу. Слушайте, а что еще можно в теннис, в пляжном варианте, пляжный, не знаю, хоккей? Волейбол. Пляжный хоккей. В Бразилии я видела вид спорта, его называли бразильский волейбол, но потом я узнала, что это называется футволи. От слова еда, да? То есть они все собираются? Ну да, их едят, они, кстати, много все. Просто едят на перегонке на пляже. А там ты играешь грудью, головой и ногами. Также через сетку руки, да, руки исключаются. Тоже прикольно смотреть. А вы пробовали? Нет. Что остановило? Не интересно? Мы там были на турнире и как-то... Да нас даже бы не пустили. Но в обычный волейбол я пробовала играть в пляжный. Вот в прошлом году в рамках физподготовки занималась пляжным волейболом. Здесь в Юрмале это, конечно, жесткая нагрузка. То есть отличается, да? Да, да, конечно, отличается. Но, допустим, если мы говорим о пляжном волейболе, сколько вам приходится тренироваться для того, чтобы, например, вы сейчас, вот Никита сейчас отбирается на пляжные игры в Сан-Диего. Соответственно, то есть нагрузка, она увеличивается, да, перед соревнованиями. Вот сколько сейчас у вас? Ну да, на самом деле до этой подготовки я вообще вел очень расслабленный образ жизни в плане тренировок. А вот как только мы решили, что все, отбираемся, Юля у меня составила тренировочную программу, которая включает в себя в среднем две тренировки в день. То есть не обязательно должно быть на корте, то есть это может быть общая физическая подготовка, кросс. И то есть сейчас каждый день я вот обязательно готовлюсь. Но две тренировки в день по сколько? По часу они? По два, по полтора? Да, если это именно тренировка пляжный теннис, то это полтора часа. А если это общая физическая, то она в среднем час. Мы сейчас, когда договаривались о том, что вы придете в студию, у вас разъезды в ближайшее время. Юля едет куда? Вот я только вернулась. Я позавчера вернулась в Канар, а Никита уезжает скоро в Португалию. А встречаетесь вы у нас в студии, так понимаю? Вы ходите просто, встречаетесь на интервью. Да ладно, на самом деле Юля мне сказала, если ты хочешь со мной увидеться сегодня, тебе надо быть в 9 утра на Крещеново Валдемара. Поэтому большинство приехать. Смотри, каком connecting people. Мы объединяем семьи просто. Может, ребята, вы не увиделись еще полгода. А вообще, как много времени вы проводите вместе или вы постоянно в разъезда? Ну вот первый год отношений, он у нас был на расстоянии. Идеальные отношения. У нас начались отношения, когда я еще учился в Англии. Да, я жила в России, путешествовала по турнирам. Никита был в Англии, учился. Где-то полтора года мы так жили. Но через даже меньше, чем год, Никита в итоге мне сделал предложение. Я переехала в Латвию. И вот теперь Никита в Латвию, а я продолжаю ездить. Что-то пошло не так, мне кажется. Никита на другое что-то рассчитывал. Да, изначально так и планировалось. Ну а сколько действительно времени вы проводите, если, ну так вот, дней в году вместе, то есть... Ну вот, например, сейчас я месяц в Латвии, и мы вот каждый день 24 на 7 вместе. А не бывает такое, что, допустим, так как вы люди достаточно независимые, у каждого свои увлечения и достижения, у каждого свои, свой график работы, потом вы объединяетесь где-то вот на месяц вместе, и где-то уже под конец думаете, так, турнир, когда? Завтра, лечу, я готов, всё. Наверное, нет. Такого не было. Не привыкаешь просто жить с ременодельной, когда уже вместе... Я бы не сказал, что у нас прямо так же отдельно. На самом деле, вот это вот сейчас был самый длинный период, когда Юля улетела на турнир. До этого это было в основном так, что месяц... На пять дней, да, я уже... Да, то есть мы месяц-полтора вместе, а потом на пять дней всё ещё на уезжает. То есть это сейчас уже начинается сезон, то есть поэтому сейчас уже более такой заполненный календарь. А вот, кстати, сезон, это сезонные же игры, да? Или есть где можно, например, зимой участвовать, определённые страны, которые зимой устраивают? Поэтому и получилось так, что сейчас на самом деле ещё не сезон, но вот в таких местах, как Карибы, Канары, там уже сезон. И поэтому, получается, чтобы играть и участвовать на турнирах, нужно вот так далеко лететь. А что на Карибах есть? На Канарах есть не сезон? Какой не сезон на Карибах, вот расскажи. Вот сезоном пляжного тенниса принято называть именно европейскую серию турниров, потому что она самая жёсткая по уровню, потому что играет много итальянцев и россиян. И называется сезон период с мая по сентябрь. В сентябре в этом году Чекат Европы проходит, он как бы завершает всю эту историю. А так, турниры есть вообще весь год. И всё, в ноябре хочешь отдохнуть, едешь на Карибы. Какой считается турнир Уимблдоном, вот пляжного тенниса? Да, такой турнир действительно есть, так его и называют. Уимблдон пляжного тенниса. Это турнир на Арубе. Аруба – это такой маленький-маленький остров 30 на 20 километров на Карибах. И я о нём вообще не знала, как и о многих местах в пляжном теннисе. И турнир действительно очень крутой. То есть это просто на пляже находятся 2000 человек, около 60 площадок, и все играют. И музыка раздаётся на все эти 60 площадок. И очень крутая атмосфера. А как выбирается тогда победитель, если все одновременно играют? То есть это какие-то жюри как-то? Ну, вы выбрали или как-то? Ну, там вот, конкретно на этом турнире, там много разрядов. То есть из всего этого многообразия 2000 человек, профессионалов, 32 пары. Женщины, мужчины. Как бы у нас отдельная сетка, мы играем на центральном корте, всё круто, все смотрят. А существуют ли, например, ну вот парные какие-то соревнования, когда, ну, пары с парами... А вот это и есть только парные соревнования. А вдвоём вы играете? Мы играли Микст, вот выиграли чемпионат Латвии. А что это Никита смеётся? Это печальный опыт. Мы играли, играли, и в одном не поняли, что семья важнее. А серьезно? На самом деле, да. Ну вот мы играли, у нас были неплохие результаты, но последний раз мы играли где-то год назад на Канарах, и решили больше не играть. Мы играли против очень сильной пары, там, бразилицы, пары с россиянкой. Я считал, что вообще будет очень хорошо, если мы пару геймов выиграем. У нас были матчболы, Что такое матчбол? Это сейчас мы в одном очке от победы в матче. То есть уже был черт-финал, то есть мы были в одном очке от полуфинала, и получилось так, что мы проиграли. И когда в тебя полетела ракетка, ты решил, что, наверное... Я была недовольна, да. Конечно, не на вот был я. Как же иначе? Мы поняли, потому что чемпион мира, он как-то определённо мешает. Тот, кто будет посуду, тот виноват. Да, да, да. Когда полетела ракетка, решили, что, наверное, семейная игра не ваша, да? Слушайте, а вот есть ли какая-то специальная униформа? В чём играют? В пляжных костюмах или какие-то, не знаю, там... Ну, спортивная какая-то форма? Ну, кто на что гораст. Я, например, играю в суперкоротких шортах, в топике. Есть девочки, которые в трусах играют, как в волейболе. Есть те, кто играют в теннисной форме. То есть именно обязательств нету, главное, не голышом. Ну, с другой стороны, наверное, это как раз тот вид спорта, куда приходят ещё и посмотреть на красивых... Людей. Да, да. Вот есть, да, уже такие... Я однажды пришёл и встретил Юлю. Да, и потом стал заниматься? Нет, на самом деле, вообще у нас получилось так, что Юлю пригласили на мастер-класс в Латвию, а меня, как представителя Латвии, пригласили на этот мастер-класс, и мы играли микс, который изначально мы не должны были играть. Это судьба! Это судьба! Само собой. Поэтому я и сделал предложение, чтобы мы уже судьбили. У нас будет сейчас небольшой перерыв на новости, после чего мы продолжим, потому что у нас теперь онлайн ещё вопросы будут. Об онлайне будем говорить. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. В эфире в студии я, Евгения Шафранок, Олег Пека, помогает нам звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня два гостя, два спортсмена по пляжному теннису. Это чемпион мира по пляжному теннису Юлия Чубарова и чемпион, пятикратный чемпион Латвии по пляжному теннису Никита Рыбаков. Пока мы не начали говорить про онлайн-платформу, которую Никита создал по пляжному теннису, мы тут за кадром уже стали за эфиром обсуждать, как они мячики не теряют. То есть мячики в песке. Ну, может быть, такое, что турнир останавливается, все ищут мячики, потому что их нет, не знаю. Ну, чтобы турнир останавливался, нет, такого не бывает. Вы говорите, у нас четыре мячика. Вот четыре потерялось в песке. Что дальше? Ну, подходим к судье, просим. Нет, такого не будет. То есть если мы играем матч, то есть у нас обычно два-три мяча на матч, и как только мы уже один не видим, мы обязательно пойдем его поищем. То есть не будем... Не факт, что идем, но по-другому. А эти мальчики, которые там бегают за мячами... Вот на крупных турнирах они есть, конечно, на турнирах маленьких... В зарослях ползающие спортсмены, которые ищут мяч. Я говорю, что на обычном турнире тоже могут найтись такие мальчики, которые хотят помочь поискать мячики. Ну, а если вы теряете прям совсем навсегда, ну, не можете найти, песок рыхлый, зыбучий. Скорее всего, ну, не может быть такого, что мы его не можем найти, но он может улететь, или мяч испортится. Ну, там мы, конечно, идем к судье, и нам выдают новый мяч. Как правило, в воду, вот в море мяч улетает, вот это проблема. И с концами. А далеко обычно от воды происходит соревнование? Вообще очень близко. Обычно вот прям пляж, и как бы, ну, чтобы попасть в воду, не нужно быть особо талантливым. Я однажды играл в турнире в Греции, и у нас получилось так, что вот идет пляжный теннисный корт, за ним сетка, которая ограничивает море от кортов, и сразу, вот сразу же идет море. И вот каждый, практически каждый гейм мяч улетал. Как в воду кону. Хорошо, Никит, давайте вы расскажете нам про онлайн-платформу, которую вы сделали, что это, зачем она, кому она нужна, и зачем она вам, кстати, профессиональному спортсмену. То есть изначально это вообще была моя бакалаврская работа в университете. А на кого вы учились? Программист. Программист. Да, курс назывался «Бизнес-АйТи». То есть я увлекаюсь программированием уже с самого детства, а в университет я уже пошел изучать большую сторону бизнеса, связанную с АйТи. То есть как айтишник может заработать все-таки, да? Да, да. Как продвигать проекты и из неудачных проектов делать многомиллионы. Да. А пообщаемся с вами после эфиров. Так, ну, что у нас там с платформой? Да, так вот, получилось, ну и я начал провести анализ, то есть вообще какую платформу мне делать, и, конечно же, как так, я игрок в пляжный теннис, я сразу подумал об этом виде спорта. Вид спорта новый, в нем никакой систематизации нет, то есть отсутствует. То есть чтобы зарегистрироваться на турнир, ты пишешь смсочку организатору, он у себя в Excel в папочке там добавляет пару и готово. Ничего себе, то есть получается, ну, то есть таким, ну, странным способом, да? Олдскульный, это не странный способ. и на самом деле это во многих видах спорта, просто вот я решил начать именно с пляжного тенниса, и все началось с того, что я договорился с Федерацией пляжного тенниса Латвии, я вам говорю, вот у вас такая проблема, то есть это несерьезно, то есть это непрофессионально, и давайте я вот вам бесплатно, как бы, калорийскую работу, сделаю программу, проект, ну, как бы, а вы мне даете разрешение пользоваться всеми данными, латвийский тур становится официально в платформе, то есть, ну, и все начинает работать. Так и произошло, я запустил платформу, она была изначально только на национальном уровне, а потом эту платформу увидели иностранцы, то есть у нас проходил международный турнир, на который регистрация была тоже через платформу, и они поняли, это то, что нам нужно. И то есть, буквально за полтора года сейчас пользуются 60 стран платформой, то есть у нас более, чем уже 2000 игроков, и эта платформа, она является сейчас, возможно, центром вида спорта, то есть если ты хочешь участвовать в профессиональном турнире, ты, скорее всего, уже сразу подумаешь, что надо идти в платформу Beach Tennis.io. То есть нужно там зарегистрироваться. Да, то есть получается, ты регистрируешься, и это тебе дает доступ ко всем турнирам, то есть ты на них регистрируешься, ты получаешь всю информацию, то есть, например, как только организатор добавляет матч с твоим участием, ты сразу получаешь уведомления, то есть у нас есть и мобильное приложение, и получается игрок, он видит всю свою статистику. Это очень удобно. А вы получили, ну, заработали на это миллион? То есть вот практически... Если бы... Юля, Юля так сразу, если бы сидит там свои цифры, пишет. Ну, на самом деле, лучше бы посуду помыл, да? Мы только сейчас начали переходить на монтизацию, то есть до этого изначально цель была развивать вид спорта. То есть в пляжном теннисе проблема в том, что, да, не было систематизации, то есть не было так называемого value, которое можно было предложить спонсорам. То есть спонсорам неинтересен довольно-таки вид спорта, потому что что мы можем предложить в обмен? Ни рекламы, ничего. То есть нету... Не было этой платформы, которая являлась источником информации, на которую бы заходили бы люди и, ну, для поиска информации. Теперь это есть. И то есть сейчас мы поняли, что все, аудитория собрана, людям нравится, люди готовы ей пользоваться, и мы сейчас подписываем контракт уже с федерациями. А как она называется? BeachTennis.io И это есть и мобильное приложение, и есть сайт? Да, это мобильное приложение для iOS, то есть именно для пользователей айфонов. Да, то есть Android немножечко... Android пока позади. Просто у Никиты айфон зачем? Айфон, айфон. Конечно. Сверху, наверное, пользуются айфонами, если бы я айфон. Это тот единственный момент, когда айфон опередил андроид, понятно. Да, и сейчас мы заключаем контракты с федерациями, и то есть теперь, так сказать, запускается лицензирование. Так, и теперь вот вопрос, что делать спортсмену, у которого телефон Android? Вы исключен из этого вида спорта? Нет, и он все, то есть у нас сайт, он полностью оптимизирован под мобильные девайсы, то есть с любого девайса можно зайти, то есть это именно дополнительная премиум функция. Но, конечно, то есть мы запустили продолжение буквально в этом месяце. А на каком языке оно? Ну, то есть понятно, ведь 60 стран, разные языки, разные... То есть все начиналось с английского, а сейчас у нас уже, если не ошибаюсь, 9 языков, даже включая японский. А кто переводит? Переводит сами, на самом деле, игроки. Мы находим волонтеров. Да, то есть у нас, то есть в нашей платформе заинтересованы все, и это видят как платформа, которая развивается в спорте. То есть люди готовы выкладывать свое время и помогать. И сейчас мы вот, то есть у нас именно контракты с национальными федерациями, плюс мы запускаем с национальными странами. То есть они предлагают свои услуги переводчиков. И да, и вот как раз амонтизации. То есть теперь, чтобы, например, заявиться на турнир в определенном туре, игрок должен купить лицензию. И вот это вот же лицензия, это как... То есть процент лицензии мы имеем. А не может ли быть такого, что, например, сама покупка лицензии будет уменьшать количество желающих участвовать в турнирах, вообще идти в этот вид спорта, идти и так далее? То есть это дополнительный расход, которому, может быть... Ну, это минимальный. Или он такой незначительный, в каких-то турах-то 10 евро в год, то есть это меньше евро в месяц, где-то это 25 евро. Но скорее, для кого это лицензия, это для тех людей, которые... Они хотят участвовать в этих турнирах, и то есть они будут покупать эту лицензию. То есть на самом деле это затраты, они минимальны, но это тоже... Часть денег, она идет на федерации. То есть эти деньги идут на развитие спорта. То есть эти же игроки, которые покупают лицензии, они это чувствуют на себе потом. То есть, например, сейчас мы запускаем лицензии в Латвии, и уже буквально вот в июне у нас появляются первые турниры с призовым фондом, которых раньше не было. То есть появляются новые турниры в Лепвии, опять же с призовым фондом. То есть у нас ты купил лицензию за 25 евро в год, но у тебя уже на ближайшем турнире есть возможность эти деньги обратно, так сказать, верно. А что у нас с финансированием этой сферы и вообще вот этого вида спорта? Потому что, ну понятно, в Латвии национальный вид спорта, то есть все-таки хоккей, да, и там немножко попроще, наверное, выбить. Но государство дает. Да, но государство дает очень больше денег. То есть получается, пляжный теннис, он под теннисной федерацией. То есть у нас, так сказать, общие, наверное, деньги. Наверное, потому что вы их не видите. Мы их видим. На самом деле, вот я именно много путешествую, знаю, как финансируется пляжный теннис в разных странах мира, и могу сказать, что в Латвии достаточно неплохая ситуация. То есть, например, в прошлом году в Латвии проходил чемпионат Европы по пляжному теннису. И федерация тенниса имела непосредственное отношение к организации этого турнира. То есть вот уже это мероприятие, оно послужило огромным толчком для развития. То есть, значит, пляжный теннис развивается. Да, и нас, как сборная Латвии, каждый год поправляют на чемпионат мира. И, например, в Португалию нас, моим партнерам, тоже поддерживает Латвийская федерация. Так что... Ну, у меня вот вопрос. А почему вы жаловали, что мало рекламодателей, казалось бы, вид спорта, ну, более чем привлекающий внимание публики? То есть там, ну, вот действительно красивые, спортивные, там, молодые люди, на которых приятно смотреть, зрелищные соревнования, там, на пляже, опять-таки, люди с огромным удовольствием, ну, даже могут чем идти куда-то, там, жаркий день на стадион, тут же на пляже с прохладительными напитками еще и тебе предлагают развлечения. Я думаю, проблема в том, что вообще мало кто изначально знает об этом виде спорта. То есть на самом деле всем надо о нем рассказывать. То есть если ты подойдешь к кому-нибудь человеку и скажешь, пляжи теннис, все посмотрят на тебя, пляжный волейбол, теннис. То есть еще у людей нет такого, что вот это вот такой развитый вид спорта. То есть, и как раз вот проблема одна из этого, именно из-за того, что не было информации. На самом деле вот это больше, если говорить про Северную Европу. Например, если ты летишь в Бразилию или в Аргентину или куда-то в теплые страны, там как раз пляжных теннисистов даже на улицах узнают. То есть там это достаточно популярный вид спорта. Я считаю, и многие со мной согласны, что глобальная проблема это отсутствие качественных телетрансляций. То есть пляжный теннис еще не снимают правильно на камеру, не выбрали как-то ракурс еще, не выбрали время суток, цвет мяча. То есть это еще требует доработок и как бы вот эта проблема. У нас, Олег, прости, у нас звонок. Давайте примем его. Хорошо, я как раз вот на эту тему... Доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе утро. Ну скажите, я вот слушаю уже 40 минут. Хотелось бы вот это слушать. Я вот как человек не знающий, первый раз слышу о таком виде спорта. Я хочу узнать, чем он отличается от простого тенниса. Если я понимаю правильно, если вы играете на песке, как же этот мячик все-таки прыгает, да, вот мне интересно. Вы расскажите, вот что это за вид спорта и чем он отличается? Хорошо, спасибо большое. Ну давайте рассказывайте. Как правило, самый первый вопрос, когда говоришь, что ты играешь в пляжный теннис, это а как там отскакивает мяч? Мяч не отскакивает. То есть площадка для пляжного волейбола с песком, сетка метр семьдесят высота, и играешь без отскока. Вот. Этим отличается пляжный теннис от тенниса. Ну тогда он очень большая, он с очень большой скоростью летит в конечном итоге. А мяч, он не такой, как в теннисе, он давление меньше, то есть он похож на детский мяч для тенниса, но летит сюда все равно быстро. Вот. Но если попадет, не больно, то есть он такой мягкий. Принято считать, что пляжный теннис это сочетание пляжного волейбола, бадминтона и тенниса. То есть получается, площадка пляжного волейбола, ракетки похожи больше, наверное, на теннис, а идея бадминтона. То есть играется вид спорта 2 на 2, и все с лета. Главное топовым пляжным теннисистам не говорить, что они на бадминтон играют. А что, это обижаются? Это оскорбление. Ну вот, как правило, девочки особенно, это девочки грешат, играют именно в такой, иногда переходят на такой неинтересный теннис. Нединамичный. Да. Мы называем это бадминтоном. Да, бадминтонист, только это как оскорбление звучит в первом теннисе. Вот теперь мы знаем. Да, представляешь, да. А у меня был как раз вопрос вот по поводу трансляции. Вот вы говорите о том, что не обеспечивается трансляцией, а это же, мне кажется, как раз-таки следующий шаг для вашей платформы. Например, возможность, но человеку, ну, который интересуется именно для, уже не для спортсменов, а для любителей, подключаясь, там, скачивая приложение, получать возможность подключаться к трансляциям. Опять-таки, может быть, за какие-то, ну, деньги, но возможно смотреть у себя на каких-то вот устройствах. Я, может, сейчас продаю идею, на которой я бы мог сам заработать деньги. Потому что ты не заканчивал бизнес в институт, вот, поэтому и сдаешь их. Мы обязательно вспомним о вашем предложении, и ваш процент сохранится. Нет, трансляции есть, но, как правило, они не очень хорошие. То есть, качество даже хорошее. Но, к примеру, вот, недавно мой партнер по сборной российской придумал, что пляжный теннис нужно снимать ночью, ну, то есть в темное время суток. И, действительно, если снимать в темное время суток, то мяч, он такой желто-красный, его очень хорошо видно, и все происходит очень интересно, динамично. А если снимать днем при свете яркого желтого солнца, то желто-красный мяч становится инвизиабл. То есть просто стоят два игрока и машут ракетками непонятно зачем. Песок тоже. Ой, а вы издаете такие звуки, как в теннисе? Вот это вот все есть у вас? Не знаю, я издаю. Никита просто боится, что он начинает в реакции. Нет, на самом деле я не сталкивался с тобой. То есть вы молча играете? Да, вообще. Не дыша. А как определяется рейтинг игроков? Ну, вот, скажем, в большом теннисе там есть, мы знаем, первая ракетка мира, там десятая ракетка мира, и это все определяется по совокупности побед на каких-то соревнованиях. Да. У вас есть такое? То же самое. То же самое, как в теннисе. То есть все то же самое. Ты выигрываешь турниры, зарабатываешь очки, в зачет идет лучшие восемь турниров за год. И это все, это на ваше приложение, опять-таки, тоже можно? Да, то есть у нас получается, в нашей платформе управляются туры. То есть наша платформа, она получается для всех пляжных теннисистов, и не только пляжных теннисистов, для любителей. То есть там, получается, федерации управляют всеми турами. То есть мы предлагаем федерацию управлять рейтингами, турнирами. То есть в один клик федерация может обновить весь рейтинг. То есть там создан алгоритм, вбиваются очки, все готово. То есть, получается, игрокам, организаторам федерации вообще не надо больше ни о чем думать, все за них делают платформу. Она защищена. Не может ли так быть, что какой-то хакер взломал, и вдруг там оказывается на первом месте какой-нибудь, значит, там... Никита, например, сразу. Никита там всегда на первом месте. Это Никитина платформа, поэтому Никита всегда первый. Кстати, у нас была интересная ситуация, когда Федерация пляжного тенниса Латвии поменяла домен сайта, и вот на старом домене, по-моему, порносайт какой-то открыли. Ну, я думаю, об этом не стоит говорить. И все заходили на этот сайт. Это никак не связано со мной. Ну, а ты знаешь, в статистике в холодное время года порносайты, как мы знаем, да, имеют статистику на 30% лучше, чем в теплое время года. И тут условно переходим с темы пляжного тенниса. Они не являются вашими конкурентами, да. Просто с пляжа переходят домой. Кстати, вот тема около. Вот ведь спортсмены, они насколько часто попадают на обложки, не знаю, ну, вот условно говоря, спорт иллюстрейты, там каких-то. Их используются ли как модели, можно ли, ну, зарабатывать... Амбассадорами спортивной одежды. Ну, вот есть фирмы для пляжного тенниса, их где-то крупных фирм штук 10. Конечно, они не такие крупные, как Nike или Adidas, скажем. Но у каждой фирмы есть игроки, которые с ними на контрактах, на разных условиях. Условия не оглашаются, естественно. Но да, есть и амбассадоры, и просто есть тренерские контракты. Вот, все есть. А хотела бы быть лицом компании? Ну, я была лицом компании. Что-то без энтузиазма. Компании. Просто компании для пляжного тенниса, они недостаточно крупные. То есть, сами контракты, они недостаточно интересные, чтобы продавать им, скажем, свою душу. Поэтому сейчас... А почему душу? Ну, то есть, по большому счету, ну, как происходит сотрудничество? Они вам... Пишется логотип на марке. Да, и там логотип пишется. Вам же не нужно ходить и везде писать. Спасибо, там, за мое светлое будущее. Ну, вот смысл, например, вот присылают экипировку, и получается, что мне нужно играть только в этой экипировке. Я лучше пойду в разных целях. Вторая проблема пляжных теннисов в том, что именно контракт, они подразумевают, что тебе выдают какой-то товар. То есть, денежных... Денежные помощи... Денежные есть. Ну, минимально. У меня был денежный контракт, вот, он закончился. Никита в первый раз, по-моему, в этом услышал. Да, он заинтересовал. Там денежные контракты, там суммы просто... То есть, да, тебе помогают с поездками. Ну, суммы какие, но с поездками это хорошая помощь. Да. То есть, насколько мне известно, обычно пару поездов в год оплачивают билет. Да, да. Все-таки это... Ну, смотря куда, если вы летите там на Карибу. На Карибу, там все-таки, да. Но все равно потом приходится тратить на проживание, то есть, буквально, чтобы поесть, на взносы на участие. Насколько сложно, кстати, вот, насколько дорогой это вид спорта, то есть, вот, если человек захочет, ну, вот, ну, или там подростка, подросткам отправиться заниматься... Во-первых, с какого возраста в него идут в этот вид спорта, а во-вторых, насколько он действительно дорогой, считается. Вот все начинается, наверное, с 14 лет. Это проходит турнир в Москве, в команде Чемпионата мира, и там проходит детский турнир, играют 14-летние дети. И вот, ну, с 14 лет уже, можно сказать, дети начинают свою профессиональную карьеру. Но можно ли, я прошу прощения, можно ли попасть в этот вид спорта не из тенниса, вот с нуля? Да, конечно, сейчас... То есть, вот с 14 лет приходят и с нуля начинают играть. Из бадминтона. Из бадминтона. Из бадминтона. Ей нельзя об этом говорить. Простите. Нет, на самом деле, из бадминтона тоже приходят, и из танцев приходят, и из карате приходят. И на самом деле, есть дети... Вот, например, девочка есть, я недавно с ней вместе турнир играла, она начала в 12 лет играть в пляжный теннис, до этого играла в гольф. И сейчас она чемпионка мира по юниорам. О-о-о. Да, так что... Ну, из гольфа в пляжный теннис там прям видна разница. То есть, ты как бы меняешь вид спорта дорогой на вид спорта, просто вид спорта для удовольствия, если сравнить с ценами, я думаю. Потому что гольф такой недешевый вид спорта, там эти поля, они очень дорогие, арендное время дорогое. А что с пляжным теннисом? Ну, понятно, можно прийти просто на пляж поиграть, но если вы тренируетесь, если нужен тренер должен быть, да, который за всем этим наблюдает, который ставит там руку, ставит удар, аренда там сетки какой-нибудь. Но если говорить о лете, то цены вообще смешные, то есть, ты можешь весь день проводить на пляже, тренироваться. Зимой, конечно же, все сложнее. 8 евро в час корт. То есть, он делится... Цена делится на четверых человек, на шесть человек. А зимой, конечно, цены выше, потому что песок требует обогрева, играешь босиком, потому что... Аренда корта уже зимой другая. Но все равно это делится на четверых. Например, если мы говорим о теннисе... Это не как в теннисе. В теннисе ты платишь один. То есть, например, если аренда корта 20-30 евро в час, ты платишь эту цену один, плюс тренер. А в пляжном теннисе цена делится на 4-6 человек в группе. Насколько популярны в Латвии этот вид спорта? Вот если взять какое-то количество игроков, может быть, оно известно. То есть, вот в нашей платформе 300 латышей. Это много считается? Ну, я считаю, что да. То есть, я имею в виду, если, например, даже взять теннис, то я не думаю, что в теннисе будут фигуры очень сильно отличаться от пляжного тенниса в Латвии. Потому что у нас для пляжного тенниса в Латвии все есть. У нас есть корты, то есть поддержка. И по сравнению с другими странами, я считаю, что у нас все очень хорошо. А можно в 35 плюс прийти играть? Да, конечно. Вот я упоминала то, что пляжный теннисный булдон на Рубе там участвует 1500-2000 человек. То в прошлом году в рамках Чемпионата Европы мы организовали также различные категории для детей и любителей. И у нас в общей сложности было 500 человек. То есть, это в 3-4 раза меньше, чем самый крупный турнир в году. То есть, ну, я считаю, что в Латвии хорошая ситуация. Ну, 300 человек, это считается уже, можно сказать, люди, которые профессионально занимаются. Да, которые участвуют в турнирах. Да, да, да. А, еще есть любители, которые нигде не регистрируются, просто играют. Да, то есть, если... Есть дети еще. Ну, дети тоже, платформы, они тоже... А тренерский состав? Вот откуда у нас, там, не знаю, для нас, даже для Латвии, мне кажется, довольно новый вид спорта? Ну, то есть, практически все наши тренера, это тоже, это являются игроки, которые сперва пришли с тенниса. И многие у нас тренера, они проходили обучение в Италии. То есть, они ездили сами тренироваться, и в то же время они получали опыт тренерский. Вот, может, Юля расскажет. Юля тренировала? Я, да, я тренирую, в том числе... Я ездила в Италию, тренировалась, знакома с итальянской методикой, с бразильской методикой. Но, помимо меня, есть в Латвии, на самом деле, очень много тренеров. Это либо бывшие теннисисты, либо активные пляжные теннисисты. Есть один игрок, которого вообще позвали работать в Эстонию, тренером. Он сейчас поехал и тренирует в Эстонии. А отличаются вот эти бразильский, итальянский стиль? Чем они отличаются? Итальянский стиль, он больше замешан на технике, поскольку все-таки итальянцы, изобретатели этой игры, у них самая хорошая техника. Бразильцы больше делают акцент на физической подготовке, потому что они весь день, круглый год на пляже, соответственно, они больше работают на физо. Есть еще русский стиль, который... Он подразумевает очень активные подачи, добивания, сметания. Нет никакой логики, но есть хаотичное движение и сметание соперника. Сметание соперника, да. У нас не так много времени осталось, поэтому нам надо потихонечку заканчивать наш эфир. Вопрос, что нужно и к чему нужно быть готовым людям, которые вдруг решили, что они хотят заняться пляжным теннисом. К чему им нужно быть готовым и что их ждет, как это все будет происходить? Ну, чтобы просто начать играть в пляжный теннис и продолжать играть для удовольствия, не нужно ни особого таланта, ни финансов. То есть ты приходишь, можешь взять пару тренировок у тренера, понять технику, тактику игры. И, в принципе, можно просто спокойно идти на пляж, арендовывать корт и играть. Если ты хочешь уже быть профессионалом, то там и затраты, и цели чуть другие, но именно для начала просто идешь, играешь. Это не теннис, где нужно учиться пять лет, чтобы просто попадать по мячу. Да, и как ты чувствуешь, что ты более-менее готов. У нас в Латвии постоянно проходят турниры для всех уровней. А где информацию найти можно? На бичтеннисе. На нашу фору. Заходите к нам. Как это еще раз называется? Бичтеннис.ио. И-о. И-о. Это просто вот отдань Эплу, отдали. Я поняла. И там есть информация в том числе и для любителей, которые хотят в Латвии. То есть у нас абсолютно все турниры, которые проходят в Латвии. А не турниры, а даже просто площадки. Я, например, человек сторонний, я даже не знаю, где это есть. У нас есть в платформе страница клуба, где можно найти просто все клубы на территории Латвии, посмотреть на них информацию. Также на этой странице клуба можно посмотреть, какие турниры у них проходят. Олег, пойдем. Все. Это же опять наверняка это рядом с нами. Все, давай заканчиваем. Мы заканчиваем нашу передачу. Но не заканчиваем эфир. Впереди еще будет много интересного. Оставайтесь с нами.